Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим галету с клубникой. Сделать это очень просто и не займет у вас много времени. Также такую галету можно готовить с любыми другими ягодами и фруктами. Такое тесто можно замесить с вечера, оставить в холодильнике, а утром испечь. Это очень удобно. Чтобы приготовить тесто для галеты, мне понадобится мука, замороженное сливочное масло, также его можно заменить на маргарин для выпечки, ледяная вода, сахар и щепотка соли. Изначально нужно соединить сухие ингредиенты к просеянной муке. Добавляю сахар и соль. Хорошо перемешаю. Беру сливочное масло и хорошо окунаю в муке. Так мне будет удобнее с ним работать. И натираю на крупной терке. С помощью кондитерского шпателя соединяю муку с маслом, пока не получится рассыпчатая песочная крошка. Вот такая рассыпчатая мелкая крошка у вас должна получиться. Беру воду. Она должна быть очень холодной, можно сказать даже ледяной. Добавляю 4 столовых ложки. И быстренько замешиваю тесто руками. Долго вымешивать его ни в коем случае нельзя, достаточно собрать в однородный комок. Потому как если вы долго будете вымешивать под воздействием теплоты рук, масло начнет таять. Тесто может стать липким, а выпечка жесткой. Придаю тесту вот такую округлую форму. Перекладываю в пакет и отправляю в холодильник примерно на 30-40 минут. Ну а я пока подготовлю начинку. Для этого мне потребуется примерно 300-400 граммов клубники. Ее необходимо хорошо промыть и очистить от хвостиков. Сахар и кукурузный крахмал. Также его можно заменить на картофельный. Клубнику нарезаю вот такими небольшими кусочками. Готово. Сахар добавляю к крахмалу. И хорошо перемешиваю, чтобы сахар полностью с ним соединился. Тесто сразу буду раскатывать на пергаменте. Поэтому слегка припыляю его мукой. Совсем немножко припыляю тесто мукой. И раскатываю скалкой в круглый пласт. Кондитерским шпателем подправляю края, чтобы тесто раскатывалось равномерно. Вот примерно такой толщины нужно раскатать тесто. На середину высыпаю сахар с крахмалом. Не доходя до краев, примерно 2-2,5 см. И выкладываю клубнику. И аккуратно закрываю бортики. Вот так вот складываю тесто. Бортики смазываю яйцом. Немного присыпаю сахаром. Аккуратно перетаскиваю галету на противень. И отправляю выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 25-30 минут. У меня электродуховка. Выпекаю на режиме вверх-вниз, без конвекции. Галета готова. Вот такая красивая она получилась. И теперь оставляю ее до полного остывания. Галета остыла, и теперь ее можно немного присыпать сахарной пудрой. Вот такая невероятно красивая галета получается в разрезе. Тоненькое нежное тесто и очень много начинки. Также такую галету можно готовить с любыми другими ягодами и фруктами. Как вы видели, сделать это очень просто и не займет у вас много времени. Поэтому обязательно пробуйте и делитесь вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну а я вам желаю приятного аппетита. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok